Меня зовут Элиот Сэмюлс, я из Нью-Йорка. Благодаря высоким ценам на энергоносители и другим факторам, Россия в последнее время является одним из наиболее динамично развивающихся рынков. Финансовое положение страны стабилизировалось с 1990-х годов. Зарождающийся средний класс формируется по мере роста доходов населения. Есть риски, политические, юридические риски для миноритарных инвесторов. Но есть и потенциально большие перспективы среди компаний второго эшелона. Мне интересно, что должно произойти в России, чтобы вы инвестировали туда? В интересах Бершер или в своих собственных? И какие компании могли бы вас заинтересовать? Похоже, что вы сами владеете несколькими российскими акциями. И... Ну я... Как вы знаете, в 1998 году Уолтон Ристон сказал, что суверенные правительства не объявляют дефолт. В 1998 году, по крайней мере в России, было доказано, что он ошибался. И мы с Чарли унаследовали бизнес Соломон, который по-крупному занимался нефтяным бизнесом в Сибири. И... Наступил момент, когда мы начали бурить скважины. И вы знаете, мы посылали деньги. И пока мы бурили, нам были рады. А когда мы собрались выкачивать нефть, после того, как наши деньги были использованы для бурения скважин, они уже не были так дружелюбны. На самом деле, то, что происходило с нами, было очень экстремально. Так что, имея опыт нескольких таких ситуаций, мы, возможно, еще долго не захотим вкладывать крупные суммы в Россию. Возможно, сейчас все по-другому, но я не думаю, что можно с уверенностью об этом говорить. Я завтракал в Сан-Вэлли три года назад, кажется, в июле этого года, с Ходорковским. И... У нас был переводчик. И... Мы разговаривали с ним, и он говорил о планах, о планах разместить ЮКОС на Нью-Йоркской фондовой бирже. Но он сказал, что, знаете, это потребует регистрации в СЕСИ или что-то в этом роде, и он не был уверен, не будет ли... не будет ли это слишком опасно. Но я не думаю, что он зарегистрировал ее там. Когда он вернулся в Россию, он сел в тюрьму, и сидит уже практически с тех пор. А ЮКОС был обанкрочен из-за налоговых претензий, и... Знаете, это я не думаю. Я просто думаю, что трудно поверить в то, что мир навсегда изменился в плане отношений к капиталу. И особенно к внешнему капиталу. Чарли, что думаешь? Да, ситуация немного напоминает мне компанию Poly Petroleum, которая много лет назад активно торговалась в Лос-Анджелесе. И всегда говорили, если они когда-нибудь найдут нефть, этот старик украдет все. И я думаю, что у нас есть некоторые из этих проблем во многих стран... странах, где мы ищем нефть. Разве там не было угрозы для жизни и здоровья наших ребят, Чарли. Мне кажется, мы отправляли туда людей, чтобы вывезти оборудование, и нам сказали, что если мы пошлем людей, чтобы вывезти оборудование, то не только оборудование, но и людей не вывезем. Так что мы все поняли. Это было совсем недавно. Совсем. Субтитры создавал DimaTorzok